Малый и средний бизнес в России, вопреки всем санкциям и локдаунам, стремительно развивается. За три года число предпринимателей в этой сфере в стране увеличилось на 7 миллионов. Такому росту помогают меры поддержки, о которых осенью говорили в Госдуме. Однако, по мнению руководителя профильного комитета парламента страны Александра Демина, упор сейчас нужно делать на другой аспект. Депутат Государственной Думы и представитель партии «Новые люди» обсудил это с барнаульскими предпринимателями. Мне кажется, что основная задача государства не поддержку делать, а создавать условия для развития бизнеса и нам надо по-хорошему переходить в такую семантику того, что нам необходимо сделать, чтобы условия для развития бизнеса существовали в стране. По словам Александра Демина, сейчас ставка идет больше не на количественные показатели, а на качественные. Так, к 2030 году выручка на одного работника в малом и среднем предпринимательстве должна увеличиться на 25% по сравнению с 2022, а средняя продолжительность жизни бизнеса должна вырасти с 9 до 13 лет, поэтому нужно поддерживать уже существующих игроков. Это регулирование деятельности аджастеров, это регулирование деятельности франшиз на территории Российской Федерации. Предприниматели поделятся теми правовыми барьерами, которые могут мешать им осуществлять эффективную предпринимательскую деятельность. Мы считаем, что эффективная работа должна включать в себя тандем и федеральной власти, законодательный и региональный аспект. В то же время нельзя забывать, что сектор МСП молодеет. Для выпускников колледжей и вузов нужно упрощать условия для создания бизнеса, подчеркнули участники. Для этого в стране организованы различные конкурсы и гранты. К примеру, программа «Я в деле», которая реализуется на Алтае уже два года. За это время через нее прошли 400 студентов. В этом сезоне лучшими проектами программы признали стартап по разведению и продаже змей и пауков и разработку, позволяющую создавать ежедневники с теорией тайм-менеджмента. Александр Демин высоко оценил идеи алтайских студентов и пожелал не останавливаться из-за неудач. Желаю вам любить ошибки. Если вы столкнетесь с какими-то трудностями, сложностями, поймете, что этот проект не тот, которым хотели бы заниматься всю жизнь, вы бы не останавливались на этом, а пробовали снова и снова. Победителям вручили разные награды. Например, поездка в Москву на федеральную выставку проектов и 100 тысяч рублей на развитие своего дела. Однако лучший приз, подчеркнул депутат Госдумы, сам опыт создания собственного бизнеса. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.